Первое впечатление моего детства – это мое проживание в Севастополе. Я помню в нашем дворе наших соседей, которые жили у нас, ну мне было, наверное, года 4, наверное, вот так вот, да. И, значит, у нас один сосед был, который держал голубей. Эти голуби, которые летали у нас над крышей, которые улетали далеко, и когда этот хозяин свистел, то они все прилетали назад. И я всегда уделялась, думаю, как же это они его понимают, что им надо лететь назад, и они летят большой стаей, садятся на крышу, а я, значит, разинув рот на них смотрела и не могла понять, что они его понимают, как они его понимают. Помню, что у нас там, мы жили под холмом, а на холме у нас проходила конка. Тогда еще были такие трамвайчики, которые прыгали с лошади. И вот это было как раз, мы как-то под горой жили, а это было на горке, и такой был вагончик интересный, значит, один вагончик и пара лошадей, и рельсы были, и они, значит, вот по этим рельсам, конки они назывались. Вот это я помню по Севастополю. Когда война была в Испании, нам прислали детей, и папа взял девочку у нас, испанка. Она вот, девочка была, у нее почему-то на шее был красный галстук, а на голове у нее была пилотка. Вот тогда пилотки были очень в моду пошли. После того, и вот эта девочка, это у нас, ее звали Долорес, и она, я помню, и девочка у нас прожила очень недолго. Я уже так к ней привыкла, как моя сестренка уже была, вот немножко она начала по-русски говорить, но ее забрали у нас, что меня очень огорчило, и я даже плакала. И куда их дели, это я не знаю. На моем дедушке и бабушке в городе Жробине был у них собственный дом. Там пять комнат было, довольно большой дом. И у меня осталась на всю жизнь такая ностальгия от запаха от моей бабушки. Она всю жизнь пахла молоком и сеном, потому что у бабушки была всегда корова, она всегда имела, так сказать, молоко, теленка, молоко, и сама готовила масло, сметану, творог. Это у нее такая была, в доме же у них такая кладовочка была, и вот оттуда всегда вот этим свежим коровьим молоком пахло. И еще всегда пахло в избе у бабушки это свежим хлебом, потому что она сама пекла хлеб, у них была русская печка, на которой я очень любила спать. И от бабушки она просто пропахла вся, у нее вся одежда пахла, и я всегда, около нее стоишь и сразу потянешь носом, и хочется пойти в кладовку и взять там сметанки, и масло такое было, вкуснейшее было масло, такой с кислиночкой, такие круглые такие штуки делали, круглое масло, в таких специальных круглых штуках, и бабушка все это делала сама. А вдалеке там от бабушки проходила железная дорога, и там ходили поезда, значит, туда-сюда, на Гомель, туда, и мы, значит, дети бегали к этому поезду, а раньше это было как-то модно, чтобы около, как поезд идет, мы скорее-скорее-скорее туда бежать и махать руками, а там, значит, из поезда тоже нам так вот машут ручками, значит, машут. Это для нас прямо было такое развлечение туда, к этому поезду побежать, помахать ручкой, значит, и опять через огород, нестись назад, значит, туда, к бабушке. Вот. А я очень любила, значит, среднего брата, это Йосько. Он очень был артистичный, и я тоже любила петь и танцевать, и мы любили устраивать концерты, у бабушки на сеновале, там дети коровы стояли, и мы, значит, там бабушка тащила туда стулья, еще соседи, с соседних улиц, бабушка говорила, у нас концерт, и Йосько и я, это мы были два артиста, значит, танцевала я и пела я, и он, и мы всегда делали какие-нибудь номера из кинофильмов, которые мы любили, и особенно мы любили из Волги, Волги, танцевать и петь, там удивительный вопрос, почему я водовоза. Он, значит, водовоза, а я, значит, танцевала Орлову. Нам всегда так аплодировали, и мы целая сцена из этого кинофильма, Волгу, Волгу, прямо целая сцена, мы это выплясывали, выговаривали, помнили слова, и, значит, вот, так сказать, театральная наша деятельность там была в этом Жлобине, чем он мне очень запомнился. И этой красотой, которая там была совершенно, там, река Днепр, прям текла около нашего дома, текла эта река. Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть в желтые дожди. Фактически с 1939 года я почти не жила со своим папой, потому что он ушел на Финскую войну, потом пока он вернулся с Финской войны 40-й, и тут же наступает уже 41-й год. И 41-й год, 22-го числа, значит, я, папа, собираемся, утром собираемся идти поехать на Тировские острова. Кто был в Ленинграде, знали, что там такой парк был, где были всякие развлечения, это был очень красивый парк, он просто расположен на острове, очень много зелени. И вот мы собрались с папой пойти, и мы только к дверям подошли, и мама включила радио. И вдруг, значит, такой событийный голос, как у нашего Левитана, что немцы напали на Советский Союз и бомбят Киев. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Мы с папой остановились, папа как вкопанный, но я так и сейчас осознать это толком не могла. Для меня война – это как-то было понятие такое далекое. Где-то там война. Я в таком недоумении, значит, уже было видно, что немцы за эту неделю довольно далеко прошли. Ну и стали говорить, что надо детей отправить в эвакуацию, чтобы собрать всех детей и отправить в эвакуацию. Ну и стали, значит, в нашей школе. Все привели нас, и меня там привели в школу. Я тогда была уже в пятом классе. Привели в школу. И нас, так сказать, забрали нас. Лизачки там, что-то могли там взять. Ну, взяли все немного. Потому что, думаю, что вот там месяц, два, три, мы вернемся домой. Поэтому никто не таскал больших чемоданов. Ну, то, что можно было взять. Значит, там какие-то пару дверья, там что-то такое. И все. И погрузили нас в теплушки. Погрузили в теплушки. Там была набросана сена вот так вот. Ну и первый раз в жизни мы оказались без родителей. Ну, я-то был, мне там 13. Там, значит, были дети до 16 лет. До 17 лет, скажем. 18 уже в армию брали. Значит, до 17 лет были. Значит, были вагоны, где были старшие дети, где были помладшие дети. Ну вот. А мы, значит, все, и Вовка Знаменская. Мы же с ним в одном доме жили, в одном классе. На одной парте сидели. На одной парте сидели. Ну и мальчишки, девчонки, все, значит, мы нас всех в один вагон. Ну, а сеновал там, значит. Первое, внизу сено. И второе, нары. Не там сено. Ну, девчонки вроде бы легли наверх. Внизу мальчишки, значит, наверх забрались. Ну, какой спать? Конечно, никто не спит. Мальчишки слезли вниз. Девчонки полезли наверх. Наши педагоги с нами справиться не могут. Горло у них у всех охрипло. Они на нас-то все орут. А мы, знаешь, дети, да, ой, крики. Да-да-да-да-да-да. Она кричит, проститутки на нас, кричит наш учительница алифметики. Проститутки? Вы что, мальчишком лежите? Вот это за ноги вытаскивает, стаскивает. Полезла туда. Раз, одну за ноги стаскивает. В общем, кричали, кричали на нас и привезли нас в Новгород. Ну, а Новгород же не так далеко от Ленинграда. И, значит, нас всех выгрузили из этих теплушек. И, значит, повезли нас куда-то. Я не помню название деревни, куда нас привезли, я не помню. И, значит, нас разместили в какой-то школе. Разместили в школе. Ну, а ночью кто будет спать? Конечно, никто. Мы, значит, что сделали ночью? Накинули на себя белые простыни, вылезли на улицу. А по небу летали все время самолеты. И летали и стреляли эти самолеты трассирующими пулями. Тогда мы еще... Я потом узнала название это. А это было так красиво. А трассирующие пули, они разноцветные. И было такое печенье, что февер прямо на небо. И мы вылезли туда, окутались белые простыни, носимся по территории. Педагоги носятся за нами, чтобы нас загнать в спальни. А мы все на улице хакаем и бакаем. И орем, и смотрим на небо, и как красиво. Ну, как дети, в общем. Кри, гам, ха-ха-ха, хи-хи-хи. И, наконец, значит, нас загнали в эти спальни. Мы разберлись по своим кроватям и трещим. Никто не спит. И только мы, значит, уже затихли где-то там, наверное, под утро. Тревога. Тревога. И где-то минут через 10 летают наши педагоги. Быстренько собирайтесь. Быстренько. Немцы входят в Новгород. Знаешь? Быстренько. Мы, кто нас всех там в эти автобусы подали нам автобусы, засадили нас. Почти вся школа выехала же. Сколько детей. Я не знаю, сколько в школе. Тысяча детей, наверное, было. Я не знаю, сколько много. Большие автобусы. У нас там по 30-40 человек в автобусе, наверное. И один за одним автобус нам подают. И мы, значит, в эти автобусы и гнаться. И автобусы... И получилось так, что наш автобус, которым мы оказались, он оказался в середине как бы. В середине. Значит, конец еще там был хвост. И впереди нас много ехало. Сначала самых малышей туда, потом постарше, потом самых старших уже в конец. И мы, значит, едем, и вдруг началась бомбежка. И бомбежка прям проходила вот так вот, прям по дороге, по дороге едем, и самолеты буквально вот так вот, прямо над тобой, вот так, да? Очень низко. И бомбежка. И наши автобусы вот так вот. Передние. Я не знаю, как наши все средние автобусы, они слетели с дороги, а там леса, там же в Новгороде там леса же такие, да? И наш автобус влетел в лес, прямо, знаешь, там кусты и все такое, а он прямо в лес, на эти кусты, я не знаю, как он не перевернулся. И еще несколько автобусов смогли ворваться в этот лес, чтобы уйти с дороги вот с этой, понимаешь? Сколько автобусов там погибло детей, я даже не знаю. Весь хвост, весь вперед там. Не знаю, сколько. А мы оказались в лесу, и автобусы наши заглохли, не идут дальше. Значит, все. И этот самый, нам сказали, как дверь заклинила, и через окна выбили стекла, и мы, значит, через окна нас вытаскивали, взрослые, в лес. И вылезли все, кто там, можно 200-300 человек, я уж не помню, сколько детей у нас. Мы оказались в лесу. Оказались в лесу, куда идти, куда идти, куда что, никто ничего не понимает, никто ничего не знает, куда идти. Ну, не знаю, какой-то там, я не помню, и то местные жители какие-то оказались. В общем, они нас, они нас вывели, вывели они нас к станции. Мамуля, мамочка, нет имени такого, которым мне тебя поистине назвать. Как несказанное вместить в единственное слово За жизнь, заботу, нежность, чем воздать. Воззваны в мир твоим благословеньем, Мы призваны его хранить, как благодать. Мы дети от любви твоей вселенной, Рожденные ее нести и умножать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова